Девушки отдыхают Мы считаем своим долгом организовать клуб, в который привлечен всех животных, слоняющихся по городу, без дела. Конец цитаты. Нам бы всем было легче, и вам это. За зиму комитет планирует провести более пяти масштабных скачек на новом ипподроме, в которых будут участвовать лучшие скакуны России. Первых лошадей уже начинают готовить к забегу. И вот на лошадь посмотришь, и радостно на душе становится. Несмотря на то, что скачки не являются видом спорта, Владимир Иванович считает себя спортсменом и ждет момента, когда можно будет поставить деньги на своего скакуна Чапаева. Однако не стоит забывать, что в забегах будут лучшие скакуны, поэтому не факт, что Чапаев придет к финишу первым. Несмотря на это, глава лошадиного комитета Роман Кобыло ставить на других участников не собирается. Его фаворитом также является скакун Чапаев. Иго-го, иго-го, я поставлю на него, утверждает Роман Леонидович. Строительство ипподрома планируется начать уже в ноябре. Билеты на скачки можно будет приобрести в кассах и на официальном сайте ипподрома. Сложную и очень полезную работу выбрал для себя Анатолий. Для всех жителей Серпухова он точит коньки. Сотни людей ежедневно обращаются к его услугам. Он лучший специалист в городе, который может не только наточить стороны лезвия, но и восстановить желобок. Нашей съемочной группе не удалось поговорить с Анатолием, так как его срочно вызвали в Йошкар-Алу на международную конференцию морских коньков. Анатолий не только точит коньки, но и работает над их сохранением в глубинах тропических морей. Морские коньки просто бесподобны, они обворожительны и неповторимы, пишет в своем блоге специалист по заточке коньков Анатолий. Совсем скоро он вернется и снова возьмется за свою любимую работу, а мы будем следить за развитием событий. Всплеск солнечной активности, наблюдавшийся 9 октября, привел к странному явлению, которое вызвало переполох среди местного населения. Перепуганные жители покидают дома и уезжают из города. Лариса Николаевна, житель поселка Большевик, никогда не ощущала на себе такого явления. Вы знаете, я больше ощущаю холод, поэтому я замерзаю, понимаете. А вот житель Серпухова Рахман никакого холода не ощущает. Напротив, такой жары за последние 10 лет он не помнит. Такие изменения чувствительности могут коснуться каждого человека, поэтому синоптики рекомендуют носить с собой запасы и летней, и зимней одежды. Ну ничего, выдержим. Мы люди такие крепкие, закаленные, так что ничего страшного. Официальные учреждения пока не могут объяснить причину такой аномалии, однако отчеты об этом уже переданы в засекреченные архивы спецслужб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова